Ранний подъём, водные процедуры, завтрак и на поиски. Почти три недели жили в таком ритме балаковские поисковики, которые отправились на вахту памяти в Невельский район Псковской области. Кто-то из них был поисково-археологической экспедицией в первый раз. Кто-то уже знал, каково это – искать, поднимать и захоранивать останки воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Несмотря на сложные погодные условия, никто из них не сдался и не отказывался вести поиски. Этот сезон стал самым дождливым и холодным за последние годы. К тому же работы велись в сложных полевых условиях в болотистой местности. Палаточный лагерь дислоцировался в районе озера Белое с обустройством полевой кухни. Поисковому отряду на БАД за прошедшую вахту памяти удалось найти 46 останков советских воинов, 8 доборов, 1 смертный медальон, который, к сожалению, не был заполнен. И впервые за 15 лет работы найдена красноармейская книжка. Но по прошествии более 78 лет восстановить данные не представлялось возможным. Другой поисковый отряд рядом с останками одного из военнослужащих обнаружил фотоаппарат. Его отправят в Казань. Поисковики попробуют найти специалистов, которые попытаются восстановить снимки. По окончании вахты памяти состоялась церемония торжественного захоронения 128 останков воинов, которые погибли во время Невельской наступательной операции осенью 1943 года. И сейчас их останки были обнаружены несколькими поисковыми отрядами. Церемония со всеми воинскими и духовными почестями состоялась на мемориале в деревне Турки-Перевоз в 35 километрах от города Невель 15 августа. Этот мемориал был сложен в 1944 году из камней, которые ранее составляли основание церкви. Здесь похоронено более 5000 солдат. Известны имена только 2000 из них. Это крупнейшее воинское захоронение в Псковской области. На нем также в будущем увековечат имена 69 бойцов, которых подняли из госпитального захоронения, располагавшихся неподалеку от деревни Торожково. Его удалось найти спустя пять экспедиций после начала поисков. Участникам вахты памяти помог в этом местный житель, который стал свидетелем погребения красноармейцев, когда еще был мальчишкой. Имена военнослужащих сохранились в документах, которые вели медицинские работники в госпитале. За упокойную литургию по погибшим отслужил протеерей Петр Нетреба. Участники вахты памяти, невельчания и гости мероприятия почтили память павших минутой молчания. К месту погребения останков были возложены цветы. Добавим, что по итогам работы были награждены благодарностями, грамотами и общественными медалями поисковики отряда «Набат» Максим Чиганов, Илья Демин, Николай Кулясов, Кирилл Курбатов, Александр Прохоров, Владислав Гришин, Илья Ваганов, Данила Ильин, Павел Кафанов, Алексей Захаров и Иван Товстаус. Продолжение следует...